Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. Совещание это было на удивление коротким, всего 1 час и 8 минут, при том, что на самом деле можно было бы поговорить и о больших темах, но в конце мы это обсудим. Начал Ради Фаридович с объявления о приезде наконец-то в Республику прокурора Республики Башкортостан Ведерникова Владимира Викторовича, представил его присутствующим. В первом ряду сидел Владимир Викторович в этом классе правительства. В приличном симпатичном черном костюме и больше ничем отмечен на этом совещании не был. Далее Хабиров перешел к федеральным темам и внезапно поручил Мурзагулову разъяснить жителям Республики Башкортостан суть послания Владимира Путина. В этот момент я вздрогнул. Представив себе, как Мурзагулов при помощи цикла рок-концертов «В огнях Уфы» поясняет жителям суть послания Владимира Путина в стиле «Путин супер-хероу, супер-хероу-мен», как он любит выражаться, «мне стало не по себе». Надеюсь, что потом уже, подостыв немножко, Радий Фаритович отзовет свое поручение. В общем, конечно, Ростислав Равкатович – это последний человек в республике, который должен был бы, наверное, заниматься толкованиями посланий нашего великого федерального вождя. Ну, в общем, посмотрим, как он исполнит это поручение. Впрочем, поручение Радия Фаритовича и их строгость всегда компенсируются необязательностью исполнения. Надеюсь, что и здесь Ростислав Равкатович последует своему обычаю ничего не делать в ответ на поручение. Первым вопросом оперативного совещания традиционно был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и в чрезвычайных ситуациях. И обычно докладчиком первым является господин Беляев. Борис Владимирович Койман был и в этот раз. Борис Владимирович бодренько сообщил, что аварии в его сфере не зафиксировано, отключений не произошло. Есть какая-то незначительная проблема в деревне Кирилловка, в которой водонапорная башня дала сбой и перестала давать воду. Но теперь героически Борис Владимирович и все его ЖКХ с этим вопросом справилась. Как ни странно, Борис Владимирович не считает ни аварии, ни катастрофы, ни проблемы. Взрыв газа в доме номер 16 по улице Пекинской, который произошел 15 января на минувшей неделе. И Борис Владимирович никоим образом не упомянул об этом страшном происшествии. Напомню, пострадало три человека. Произошло обрушение стен и потолка помещения. В общем, ужас-ужас. Спасатели выводили, эвакуировали весь дом. Подъезд до сих пор непригоден для жизни. Людей переселили в резервное жилье. Но, в общем, Борис Владимирович это не считает аварии в ЖКХ и вообще в его поле деятельности. И ни словом об этом не обманывался. Краткий доклад Беляева. Хабиров сопроводил назиданием о том, что надо бы проследить за дисциплиной платежей. Жители как-то неохотно платят за вывоз мусора. А это архиважный вопрос. И собирать деньги с жителей нужно со все более возрастающей настойчивостью. Ну, в общем, на этом Беляева в этот раз отпустили. И он на этой оперативке, конечно, не был звездой. Вопрос только по поводу улицы Пекинской, 16, конечно, у меня, например, вызвал абсолютное возмущение. Следующим докладчиком по тому же вопросу был, как обычно, Мухаммедьянов Тимур Рафисович, который со скорбью сообщил о возросшем количестве ДТП в республике Башкортостан. Уж не знаю, связано ли это с тем, что дороги растаяли, очистились, и миру явилось то безобразие, которое они из себя представляют. На самом деле Тимур Рафисович, как выяснилось, по осени ни черта их не ремонтировал. И все эти колдобины и ямы теперь очистились от снега, который хоть сколько-нибудь их маскировал, и машины стали биться в несколько раз больше. Тимур Рафисович привел и статистику ДТП смертности и травматизма на дорогах. Как обычно, привычно уже наврал в цифрах, занизив количество погибших. Я потрудился сравнить данные Мухаммедьянова и данные ГИБДД. В общем, беспристрастный Динар Закидович дает цифру большую, чем Тимур Рафисович сообщил дорогому руководителю республики. Это нехорошо. Тимур Рафисович, нельзя занижать почти на 20% показатель смертности, даже если он не нравится вашему руководителю и вам. Кроме всего прочего, почему-то Тимур Рафисович называл дорогого руководителя не ради Фаритовича, а как-то странно Рафисович. Я два раза перемотал, прослушал, но вот так кто-то прозвучал. Не знаю, там вопросы это в брекетах или еще в каких-то дефектах речи. Но в общем, Тимур Рафисович Мухаммедьянов теперь называет дорогого ради Фаритовича как-то иначе. Завершающим докладом в рамках этого первого вопроса был, как обычно, доклад Гумирова Фарита Рифовича, обожаемого мною МЧСника. Фарит Рифович, он честно сказал, да, взорвался газ в Черниковке, причем он также мило именовал взрыв газа хлопком, как и все наши башкирские государственные СМИ. Они вот избрали такую тактику. Если уж газ взорвался, давайте это будем называть таким милым, не страшным словом хлопок. Ну, в общем, хлопок это ли взрыв? Это вопрос, конечно, риторический, но факт, что дом практически обрушился и жители выселили. Ну, в общем, Фарит Рифович мужественно рассказал дорогому руководителю о том, что действительно это случилось, следствие идет, выясняются причины происшествия. Значит, 8 человек переселили, трое были госпитализированы, один до сих пор в больнице. В общем, вот последствия взрыва бытового газа, что, собственно, не является чем-то феноменальным и происходит это, в общем-то, регулярно везде, на самом деле, во всем мире. Зачем этого стыдиться? Что это скрывать? Зачем маскировать взрыв газа под хлопки? Я не понимаю. Выслушав доклад об оперативной обстановке, Хабиров внезапно и резко отвлекся от темы. Почему-то начал рассуждать о том, как они мужественно спасли какую-то туристку на Бали на прошедущей неделе. В общем, заговорил о том, что помогать людям надо, но, видимо, отголоски газового хлопка у него в сознании где-то там сработали. Но потом он отвлекся от темы вообще. То есть, комментируя доклад об оперативной обстановке на дорогах, Хабиров заговорил о мясе. В частности, он обрушился на глав Кушнаренковского и Уфимского района за то, что, оказывается, в рационе школьников в школьном питании этих районов 0% продуктов, произведенного в Башкортостане. А в Кушнаренковском районе, о ужас, используется мясо из Бразилии. Зачитал Хабиров какую-то этикетку с мяса, что оно блоками привезено из Бразилии и так далее. Не упомянув о том, что мясо это хорошее, плохое, сертифицированное, несертифицированное, Хабиров возмутил именно сам факт происхождения мяса из Бразилии. То есть, он прямо рвал и металл, дошел до того, что сказал, что он будет ставить вопрос о соответствии занимаемой должности главы Кушнаренковского района. Ну, в принципе, наверное, надо было быть проще, потому что сейчас глава Кушнаренковского района сидит, вырвав остатки волос на затылке, и думает, как же ему быть-то, где ему покупать это мясо. Вот как угадать, где его купить, чтобы понравиться дорогому руководителю. Все на самом деле просто. Ради Фаридович должен был сказать, каждый глава района, который покупает мясо не у Альберта Мухамедьярова, будет уволен. И вообще, пожалуй, что нужно назначить Альберта Мухамедьярова министром мяса и посадить по левую руку от Ради Фаридовича на оперативном совещании. Тогда проблема с школьным питанием, безусловно, будет решена. Никакого бразильского, индийского мяса в республике больше не будет. Проблема только в том, что даже Альберт Мухамедьяров не производит того объема, необходимого для питания школьников и вообще людей в республике Башкортостан. Как известно, Башкортостан себя мясом не обеспечивает. Так что, дорогой Ради Фаридович, не надо вот этих вот уравнений с тремя неизвестными. То есть невозможно брать внутри республики мясо достаточное количество для питания, в том числе и школьников. У нас его в республике просто столько нет. Вторым и, пожалуй, что основным вопросом на этом оперативном совещании был вопрос, доклад Риммы Юрьевны Бойцовой, председателя Госкомитета по предпринимательству о развитии и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в республике Башкортостан. Такой глобальный вопрос. Тема эта бесконечная. Пожалуй, что уже на самом деле философская. Но, тем не менее, Римма Юрьевна сделала доклад. Отдельно отмечу, что Римма Юрьевна, бессменный член Красногорской команды Ради Фаридовича, чувствует себя настолько вольготно в правительстве, что, например, в этот раз она позволила себе прийти на заседание правительства в халате и в домашней кофте поверх накинутой. К сожалению, кадр не позволял увидеть, были ли на ней домашние тапки или туфли. Но, в общем, выглядела она очень так вот по-свойски. И доклад делала соответствующим образом. Римма Юрьевна сообщила нам, что за 2019 год она лично в рамках своего ведомства освоила 854 миллиона рублей на все 100%. А также в рамках смежных ведомств по той же самой теме поддержки малого и среднего бизнеса Римма Юрьевна освоила аж целый миллиард и 214 миллионов рублей. На какие же цели Римма Юрьевна потратила эти деньги? Она нам сообщила три цели, на которые она сфокусировалась в прошедший год и которых она достигала. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Ну, весьма абстрактная, конечно, формулировочка. Акселерация малого и среднего предпринимательства. Акселерация это значит, как бы, я так понимаю, ускорение, да, то есть вот их деятельности. На это она потратила миллиард 200. А также третья задача – расширение доступа малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному кредитованию. Обратите внимание, что ключевым словом в этой фразе является слово «доступ». То есть, если правильно расшифровать и вдуматься в вот эти три цели и задачи, на которые Римма Юрьевна потратила 1 миллиард и 214 миллионов, это всего лишь функция указателя. Римма Юрьевна указала предпринимательству дорогу к банку, где предприниматели получили кредит. Но что же конкретно сделала Римма Юрьевна за истекший год? Она отчиталась и об этом. Например, 313 субъектов малого предпринимательства получили льготные кредиты в банках. На самом деле, в Республике Башкортостан на данный момент 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, титанические усилия Риммы Юрьевны стоимостью в 1 миллиард и 214 миллионов рублей возымели свое действие менее чем на 2% предпринимателей Республики Башкортостан. Кроме всего прочего, выдано аж 31 поручительство по кредитам гарантийным фондам Республики Башкортостан на общую сумму около 300 миллионов рублей. Прямо скажем, цифра 31 не впечатляет на фоне 170 единиц малого и среднего предпринимательства. Также Римма Юрьевна рассказала нам о статистике кредитования малого и среднего бизнеса. Надо отметить, что сама лично она и ведомство ее, и деньги, которые потратило это ведомство, никакого отношения к кредитованию малого и среднего бизнеса не имеют, а кредитуют этот малый и средний бизнес банки. Так вот, в общей сложности банки и региональная лизинговая компания профинансировали малый и средний бизнес на сумму примерно 7,8 миллиарда рублей. То есть, соотнеся вот эти две суммы, 7,8 миллиарда рублей и 1,214 миллионов рублей, которые потратила на себя и свою деятельность Римма Юрьевна, мы приходим к весьма неожиданному выводу, на самом деле на выдачу, на организацию выдачи кредитов было потрачено 15,5% от суммы этих кредитов. Вдумайтесь, вот мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе. Римма Юрьевна тоже серьезный человек, вернее, это мы тоже серьезные люди, она-то очень серьезный человек, и она занимается вот такими важными делами, стоимостью в миллиарды рублей. То есть, вот это вот указание дороги к банку обошлось в 15,5% от суммы тех кредитов, которые были получены в этих банках всеми малыми и средними предпринимателями республики. Вдумайтесь в эти цифры, в эти параметры. К сожалению, во взоре Радия Фаритовича, когда он слушал вот этот доклад, не промелькнуло никакого сомнения или вообще какого-то осознания того, что происходит на самом деле в данный момент. У меня ощущение такое, что Радий Фаритович действительно слабо разбирается в экономических вопросах, слабо разбирается вот в этих вот взаимовлияниях и взаимосоотношениях цифр. Сидящий по правую руку от него Андрей Геннадьевич Назаров, безусловно, лучше в этом разбирается, но помалкивает в тряпочку до сих пор. Вообще, фигура Назарова в последнее время все больше и больше превращается в какую-то декоративную. Мы поговорим, наверное, об этом отдельно, как не в следующих передачах, но, честно говоря, все больше и больше накрывает некое разочарование от появления Назарова в правительстве, от его роли там. Изнутри правительства определенные сигналы поступают, но, впрочем, вернемся к госпоже Бойцовой. Далее госпожа Бойцова заговорила о предпринимательских часах. Ну, понятное дело, об этом великом деле нельзя было не говорить. Она сообщила сухую статистику. За истекший год в республике Башкортостан проведено 1597 предпринимательских часов, в которых поучаствовало 2965 участников. Так и сказала участников. Кто эти участники, в каком качестве, это не важно. И, внимание, 3267 проектов. То есть каждый участник принес больше, чем один проект. Ну, ладно, предположим. И было заявлено, внимание, заявлено инвестиции на 323 миллиарда рублей. Боже мой, заявлено. А реализовано сколько? Об этом Римма Юрьевна умолчала. В общем, говорить, конечно, о заявленных инвестициях, это абсолютно неприличная история, особенно для экономиста или для человека, который занимается стимуляцией малого-среднего бизнеса и так далее, и так далее. То есть я вот сейчас возьму и заявлю, так, ну-ка я инвестирую-ка в собственный канал 6 миллиардов рублей. Да нет, что 6? 16 миллиардов рублей. Сделаю тут Paramount Pictures. Римма Юрьевна, будьте добры, запишите, пожалуйста, вот 16 миллиардов плюс в заявленные инвестиции. В общем, конечно, бред бредовый, но, тем не менее, он тоже прошел мимо внимания Радио Фаридовича, и Радио Фаридович никак не среагировал. Углубляясь в тему предпринимательских часов, Римма Юрьевна заговорила о бизнес-шерифах. Это те самые заместители, руководители администрации районов и городов, которые призваны охранять, помогать и всячески содействовать малому и среднему бизнесу на местах. 63 бизнес-шерифа в Республике Башкортостан, так, на минуточку целый взвод, круглосуточно обеспечивают благоденствие среднего и малого бизнеса на всей территории. Правда, Римма Юрьевна оговорилась, что 50% всех предпринимателей зарегистрировано, в общем-то, только в Уфе, но ничего страшного, 63, так 63. Качество вот этих вот бизнес-шерифов на самом деле вызывает много вопросов. Вот в Благовещенском районе бизнес-шерифом работает замечательная девушка, Карабанова Анна Николаевна, фотографии которой в соцсетях абсолютно не оставляют сомнений в том, к чему стремиться и каковы идеалы вот этой вот выдающейся женщины-бизнес-омбудсмена. Ее фотографии внутри сундуков с деньгами, а также соцсети ее, пестрящие какими-то странными приспособлениями для то ли средневековых пыток, то ли каких-то садомазоразвлечений, конечно, наводит на мысли о том, что женщина она серьезная, суровая, спуску не даст никаким негодяям, и средний и малый бизнес в этом Благовещенском районе точно находится под надежной защитой. Кроме всего прочего, Анна Николаевна получает зарплату свыше 100 тысяч рублей, чем немало изумляет вообще местных жителей. Благовещенский район не самый благополучный в плане предпринимательства, и вот подобные дамочки на подобных должностях, конечно, условно говоря, на виду в Благовещенском районе. Я не знаю, насколько в других районах бизнес-омбудсмены отличаются такой же экстравагантностью, фотографируются ли они в сундуках с деньгами, но тем не менее факт остается фактом. Вот в Благовещенском районе вот такая вот талантливая дама занимает пост омбудсмена по защите прав предпринимателей. Далее Римма Юрьевна перешла к так называемым счетным параметрам. Она сообщила, что буквально уже скоро в республике откроется IQ-парк, что бы это ни значило. При содействии Сколкового фонда, где-то там, значит, в районе телецентра, вот в этом заброшенном, но реконструированном героически долгострое стоимостью 1,8 миллиарда рублей, будет дом бизнеса. Вместо той идеи, которую высказал дорогой Ради Фаритович, купить бизнес-центр на Салавата Юлаева, одноименный бизнес-центр, и сделать там дом бизнеса, дом бизнеса теперь будет на Закива Лиди. В общем, я так понимаю, что Сидякинские победили. Это был проект Сидякина. Сидякин туда затаскивал Сколково и всю вот эту вот компанию. Это очень жирный кусок в плане внутри циркулирующих денег. И, видимо, эта идея победила, так что Серебряный ручей может утираться горючими слезами. Деньги от бизнес-центра получены не будут, и судьба этого жилого комплекса под вопросом. В общем, Римма Юрьевна косвенным образом сообщила нам вот эту новость. Кроме всего прочего, и кроме вот этого IQ-парка, Римма Юрьевна сообщила о своих неимоверных успехах и перечислила их буквально по списку. У нее появилось 20 каворкингов. Для тех, кто не знает этих слов, это просто офисы общего пользования. Три бизнес-инкубатора, а также, внимание, Римма Юрьевна провела за год три открытых урока для школьников по азам-бизнесу. Ошеломляет. Далее Бойцова перечислила нам показатели по ПФО в части открытия новых субъектов малого и среднего бизнеса. И вот в Башкирии за год, 19-й год, появилось 26 400 единиц малого и среднего бизнеса, то есть зарегистрированных. В Татарии, для примера, это 29 300, в Новосибирской области 28 400, в Свердловской области почти 33 000. То есть Башкирия здесь, конечно, никак не в фаворитах, но, тем не менее, Римма Юрьевна утверждает, что это больше, чем в прошлом году. Ну, должно нас это утешать или нет, но Хабирова это очень даже утешило. Потому что, выслушав доклад Бойцовой, Хабиров почему-то уточнил, а где вы взяли цифры про численность малого и среднего бизнеса? Римма Юрьевна, нисколько не растеряши, сказала, в ЕГРЛ, Радий Фаридович. А! Ну, в общем, обменялись знаниями. Далее Радий Фаридович уточнил у Бойцовой, в какой стадии находится вот этот самый АИК-парк. Оказывается, он находится в стадии проектирования. Эта стадия, сами понимаете, может длиться почти вечно. Здание сооружения действительно еще не готово для заселения. Там очень не в порядке все. Но, тем не менее, Римма Юрьевна настроена очень позитивно. Она сказала, что мы находимся в стадии проектирования. Правда, фонд Сколкова изменил формат этого АИК-парка, и он теперь стал международным. Тут я задумался, а кто же из иностранных-то резидентов вообще готов заехать в этот бизнес-парк? Уж не венесуэльские ли товарищи пришлют свой бизнес развивать здесь у нас в Башкирии? Хотя, на самом деле, Римме Юрьевне ближе африканские товарищи. Потому что именно с африканскими товарищами взаимодействовала Римма Юрьевна на прошлом месте работы. И именно в африканские инвестиции бесследно исчезли те 800 миллионов американских долларов, которые пропали на прежнем месте работы Риммы Юрьевны, и которые пропали так основательно, что их даже, похоже, и не стали искать. Далее Хабиров прокомментировал вопрос по бизнес-шерифам. Он сказал, что ждем еще год. То есть, я так и не понял, еще год или год уже прошел. И потом смотрим на КПА, выполняют или нет. С теми, кто не выполняет, прощаемся. Ну, надо же понимать, что ни один нормальный глава района не доложит Радио Фаридовичу о том, что его бизнес-омбудсмен работает плохо. Хоть в сундуке с деньгами спит вот эта, значит, омбудсменша из Благовещенского района, хоть в сундуке еще с чем-то. Ее глава, конечно же, отчитается о том, что она прекрасно исполняет свои обязанности. Кстати говоря, неплохо было бы поинтересоваться, в чем на самом деле заключены обязанности вот этой милой девушки, лежащей в сундуке с деньгами. То есть, вопрос с КПА, конечно, будет не вопрос. Но тут голос подал Назаров. И он язвительно заметил, что аппарат правительства мониторит ситуацию. И опросы предпринимателей в районах показывают, что, оказывается, в некоторых районах предприниматели даже близко не знают, что у них существует бизнес-омбудсмен и как его зовут. Римма Юрина, впрочем, и глазом не моргнула на это язвительное замечание и ничего не ответила. Придавшись азарту критике, Ради Фаритович сообщил, что и его контрольное управление ведет подпольную работу, неусыпно следя за ситуацией с бизнес-омбудсменами. И что они делают анонимные звонки, обзванивая предпринимателей на местах. И там, как выразился Ради Фаритович, очень интересные ответы бывают. Ну, поняв, что критика уже зашла слишком далеко, Ради Фаритович сообщил, что в целом работа большая. «Спасибо вам большое, Римма Юрьевна, все отлично» и так далее. Уходила Бойцова со сцены, улыбаясь. Уже будучи спиной к Ради Фаритовичу и Назарову, она хитро улыбалась, понимая, что в очередной раз провела простофилю Хабирова. В том смысле, что Хабиров действительно плохо понимает в экономике, плохо понимает в бизнесе. Он никогда этим не занимался. Обмануть его, наверное, несложно, засыпав вот этими чудесными цифрами, словечками типа «коворкинг» и «экью-парк». В общем, конечно, Римма Юрьевна 1 миллиард и 214 миллионов освоила на славу. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о реализации проекта энергоменеджмента в городе Нефтекамске. Вот этот вопрос, к своему великому удивлению, я бы назвал лучом света в темном царстве. Я с неослабевающим вниманием выслушал весь доклад Мавлиева Ратмира Рафиловича, восходящую звезду башкирского менеджмента и административной власти. В общем, Ратмир сообщил нам, что практически по собственной инициативе в городе Нефтекамске был реализован проект энергоменеджмента, энергооптимизация. Совместно с фондом Сколково, все тем же фондом Сколково, который, похоже, что вообще уже у нас из каждого утюга выскакивает в Башкирии, и энергетическим агентством из Германии под названием ДЭНА, Ратмир Мавлиев реализовал проект аудита и некого менеджмента, энергоменеджмента в городе Нефтекамске. Собственно, о чем шла речь? Речь шла о том, чтобы оптимизировать энергетические затраты административного комплекса в Нефтекамске и снизить, соответственно, затраты финансовые на обеспечение энергии административных зданий и всего административного комплекса в этом городе. Ну, сфера оптимизации тут понятна. Это здания, уличное освещение, теплоснабжение, электросети, транспорт и водоснабжение этих объектов. Дело в том, что потребление, вообще потребление в области административной власти у нас находится очень далеко от разумного. И попытка оптимизировать вот эти затраты, на самом деле, это то, что действительно нужно делать в первую очередь. И именно это Ратмир Мавлиев сделал в городе Нефтекамске. По крайней мере, он рассказал нам о результатах этого проекта. Он его реализовывал примерно полгода или чуть больше. Результаты он уже получил в ноябре-декабре и сообщил вот такие вот исходные цифры. Он сообщил, что всего затрат на энергоснабжение административных зданий и сооружений, это ведь речь идет и о бюджетных учреждениях, и о школах, о детских садах, о самих администрациях и прочих-прочих объектах. Так вот, эти совокупные расходы составляют 216 миллионов рублей, что для города Нефтекамска, конечно, существенная цифра. В результате Ратмир Мавлиев планирует экономить от этой суммы, реализовав этот проект, примерно 40 миллионов рублей. Это 18%. Прямо скажем, результат ошеломительный. В процессе аудита первое, что делал Ратмир Мавлиев совместно с фондом Сколково и германскими товарищами, это был тотальный аудит энергозатрат в области административных зданий и сооружений. Он выявил превышение, например, расходов по теплу на 60%. Собственно, что стали делать в Нефтекамске и чем гордится по праву на самом деле господин Мавлиев? В Нефтекамске организовали некое ООО «Башлайт», которое занялось производством светодиодных светильников. Причем непонятно, что это за ООО, но, как выразился Ратмир Мавлиев, силами муниципалитета было организовано это ООО по сборке этих светильников. И в итоге на светодиодные светильники заменили все источники освещения во всех административных зданиях. Имеется в виду школы, детские сады, администрации, всевозможные бюджетные учреждения и так далее. Уже в ноябре-декабре экономия по электроэнергии в Нефтекамске достигла 30%. И совокупная экономия, судя по отчетам господина Мавлиева, составила около 4 миллионов рублей только по электроэнергии, что на самом деле, конечно, колоссально в соотношении с теми общими затратами, которые несет город. И Ратмир Мавлиев сообщил о чистолюбивых планах превратить город Нефтекамск в город номер один в сфере энергоменеджмента, что, собственно, он, на мой взгляд, уже и сделал по республике Башкортостан. Также юный мэр города Нефтекамска поведал нам о том, что он активно передает опыт вот этого проекта в 14 муниципалитетов в республике и охотно делится этим опытом с другими администрациями. В общем и целом, конечно, этот доклад, как ни странно, при всей нейтральности моего отношения и к господину Мавлиеву младшему, и к господину Мавлиеву старшему, этот доклад стал реально конструктивной частью работы администрации и города Нефтекамска, и вообще в республике. И самое смешное, что это было абсолютно неожиданностью для многих высокопоставленных чиновников. Судя по всему, Ратмир Мавлиев реализовал этот проект самостоятельно. То есть не по указанию свыше, не по заданию господина Беляева, а просто вот потому, что ему показалось, что это целесообразно. И это действительно целесообразно. В рамках всей республики, реализуя подобные проекты, наверняка можно сэкономить гигантские деньги, которые могли бы быть перенаправлены, но если не в карманы чиновников, то на какие-то благие дела по реконструкции, по ремонтам у нас масса объектов и всевозможных вопросов, которые нуждаются в дополнительном финансировании. Единственным, конечно, темным пятном в этой истории по поводу Нефтекамска было то, что Ратмир Мавлиев избыточно часто упоминал вот это ООО «Башлайт», постоянно его рекламируя и упоминая. На самом деле, если уж вы вместе с папой организовали вот это предприятие, и именно на этом предприятии весь Нефтекамск теперь закупает светильники, не обязательно об этом трубить на каждом углу. Как говорится, сделали бизнес, и ничего страшного. Хабиров очень благосклонно выслушал доклад и провел экспресс-опрос. Обращаясь к Гибеляеву, он спросил, а вы в курсе, Борис Владимирович, этого проекта? Борис Владимирович, прямо скажем, смешался, замямлил что-то и сообщил, что он не погружался в этот вопрос. Далее Хабиров обратился к Сидякину. А вы в курсе? Сидякин промолчал. Ну, очевидно, что эти герои прощелкали вот это большое достижение, коих у нас на самом деле огромный дефицит, и это достижение целиком и полностью записано теперь в актив господина Мавлиева. Хабиров стал уточнять, каким образом Мавлиев передает опыт соседним муниципалитетам. Ну, Мавлиев рассказал, что он передает все методики, передает все документы, там определенные таблицы подсчетов и так далее. А Хабиров дал сразу же поручение Назарову, Сидякину, Беляеву, вот этим троим, которые не в курсе, пристально ознакомился с опытом Нефтекамска. Тут же поднял министра образования Айбулата Вакиловича, и ему тоже дал задание по поводу внедрения этих, изобретения этих новшеств в школах и детских садах. Мавлиев, окончательно осмелев на сцене правительства, сообщил Радифоридовичу, что в Европе-то еще и дальше пошли. Они, как он сказал, шагнули. Они не только лампочки поменяли, они еще и батареи солнечные ставят стервицы. Но самое главное, опять скатился Ратмир к рекламе семейного предприятия, самое главное это поддержать нефтекамский башлайт местного производителя. Ну вот этим он, конечно, слегка подпортил общее впечатление от доклада, но ладно, то есть, как говорится, здесь, видимо, у нас по-другому не бывает, то есть, если сделать что-то хорошее, то обязательно поставки должны быть из семейного предприятия. Четвертым докладчиком на оперативном совещании был военный комиссар Республики Башкортостан, Харченко Игорь Михайлович. Я не знаю, показалось мне ли это действительно так, но комиссар у нас в Республике поменялся. Генерал-майор Харченко бодро доложил о том, что осенний призыв прошел успешно, план выполнен более чем на 100%, и из Республики в войска было отправлено почти 22 тысячи призывников. Из интересного господин Харченко сообщил нам, что с 1 января 2020 года упраздняются военно-врачебные комиссии в районах, и создается единый центр врачебной экспертизы, который подчиняется непосредственно Министерству обороны Российской Федерации, а вовсе не районным администрациям, и находится в ведении Республиканского военкомата. Это действительно грандиозное изменение. Теперь вот этот военно-врачебный экспертный центр будет определять годность и негодность призывников к военной службе. При этом господин Харченко, к моему удивлению, отметил, что военкомат испытывает, цитирую, «острый дефицит призывных ресурсов». Видимо, не зря, на самом деле, Владимир Путин так серьезно, так настойчиво призывает рожать российских женщин, потому что, судя по всему, российскому государству начинает не хватать солдат. То есть вот эта вот фраза об остром дефиците призывных ресурсов вот таким образом называет господин Харченко людей ресурсами, он, конечно, становится явным и понятным. Одной из проблем, препятствовавшей призыву на военную службу призывников в Башкирии, военком назвал существование юридических фирм, которые оказывают призывникам услуги по уклонению, фактически, от службы законным путем. Ну, тут такой некий оксюмарон произошел, то есть уклонение законным путем и так далее, это, конечно, противоречащее друг другу понятие, но, в общем, мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о юристах, которые находят возможность, условно говоря, отмазать призывника от службы, получают за это некое вознаграждение. Военком сообщил, что 412 призывников обжаловали решение о призыве. Не так, чтобы очень много, но, тем не менее, военком заострил на этом внимание. Как ни странно, Хабиров обычно вот эти доклады военкомов проходят бесследно для него, но тут он почему-то включился в дискуссию и сообщил нам, что он очень удовлетворен тем, что Башкортостан выполнил на 100% план призыва и очень удивлен существованием подобных фирм. Речь идет о фирмах, которые помогают избежать призыва в армию. Хабиров высказал предположение, что существование этих фирм вообще противозаконно, а также высказал такой замечательный тезис о том, что молодежь портит себе карьеру тем, что уклоняется от службы, и на многие должности им путь закрыт. Если они не служили в армии, то впоследствии они не смогут сделать себе успешную карьеру. Вот тут хотелось бы порассуждать отдельно. На самом деле Хабиров знает, о чем говорит, потому что он служил в армии, но вот практически все, кто сидели перед ним в зале, за редким-редким исключением, в армии никогда не служили. Однако вот эти все, кто сидят перед ним в этом классе, добились неимоверных высот в своей карьере, занимают огромные существенные и могущественные должности. Давайте проанализируем, кто служил из них в армии, а кто нет. Хабиров, да, служил. Назаров, не служил. Беляев, не служил. Ратмир Мавлеев, если уж он там попался, как говорится, в обойму, не служил. Ростислав Мурзагулов, ну разве что в ликероводочных войсках, не служил. Баширов, не служил. Сидякин, не служил. Кто служил? Тажегинов служил. Удивительно, респект. Так вот, из всей верхушки власти республики Башкортостан в армии служили только двое. Хабиров и Тажегдинов. Вот эти двое могут рассуждать о том, мешает ли карьере чиновника или какого-то крупного руководителя службы в армии, или помогает. Остальные должны помалкивать в тряпочку. Пятым завершающим докладом оперативного совещания был доклад о тарифной политике в республике Башкортостан и доклад это делал, естественно, председатель Госкомитета по тарифам Бурдюк Светлана Николаевна. Этот доклад у меня вызвал, честно говоря, когнитивный диссонанс, то есть определенное раздвоение представлений о том, что есть на самом деле и то, что нам рассказывает Светлана Николаевна. В частности, Светлана Николаевна сообщила нам, что тарифы в области ЖКХ в республике Башкортостан вырастут с 1 июля и всего лишь совокупно на 3,6%. Однако глаза мои мне говорят, что это не так, потому что уже с 1 января, например, стоимость взноса за капремонт выросла, внимание, на 32%. И все прочие платежи тоже будут расти, будут расти планомерно и вовсе не на 3,6%. Я вообще не понимаю, зачем они делают подобные доклады, подобные отчеты, когда на самом деле совокупная плата за ЖКХ растет на существенно большие проценты каждый год. Там существует масса всевозможных уловок. А вот это не ЖКХ, а вот здесь мы подняли больше, вот тут меньше. Ну, в частности, например, Светлана Николаевна сообщает нам, что водоснабжение в этом году подорожает на 3%, водоотведение на 2,2%, теплоснабжение на 3,1%, электроэнергия подорожает на 5%, а газ всего на 3%. Вот так прогнозирует Светлана Николаевна. А то, что мы увидим в платежках в этих, это будет совсем другое, это будет другая реальность, это будет другое зазеркалье, и, в принципе, видимо, оно не имеет никакого отношения к тому, что говорит госпожа Бурдюк. Кроме всего прочего, госпожа Бурдюк нас обнадежила. Она сказала, что тарифы по вывозу мусора вообще не будут повышаться. В двух зонах по республике Башкортостан они останутся прежними, а в трех даже снизятся на 9%. Также Светлана Николаевна сообщила нам о структуре расходов граждан на ЖКХ. В частности, 45% всех расходов – это отопление, 24% – электроснабжение, 8% – горячее водоотведение, 7% – холодное водоснабжение, 16% – это совокупно газ, мусор и водоотведение. Любопытно, что вывоз мусора – это почти 4,5% от общих расходов за ЖКХ. А вот эта вот огромная, гигантская афера, которая называется вот эта вот новая система вывоза мусора, на самом деле занимает вполне себя ощутимую часть наших расходов. 4,5% – это много. Увы, еще раз, увы, все, что рассказала нам Светлана Николаевна, скорее всего, не имеет ничего общего с реальностью и с реальными платежами за жилищно-коммунальные услуги в Республике Башкортостан. Исчерпав повестку оперативного совещания, Хабиров впустился в рассуждение, и рассуждений на этой неделе было достаточно много, они объемные по времени тянули на целый доклад. Во первых строках Ради Фаритович заговорил о движении «Стоп-суррогат». Это та самая инициатива партии «Единая Россия» по выявлению мест продажи незаконного алкоголя или суррогатного алкоголя. Это какая-то такая, значит, дикая дивизия из крепких парней, которые носятся по городам и селам Республики Башкортостан, выявляя самогонщиков и подпольных бутлегеров. Так вот, Хабиров сообщил, что он встретился с активистами проекта «Стоп-суррогат». И в результате их деятельности, или в результате общей их деятельности, по словам Хабирова, в Республике умерло на 70 человек меньше от отравления алкоголем. А также произошло уже 22 случая, когда граждане обратились в соответствующую инстанцию с информацией о местах продажи незаконного алкоголя, и эти 22 случая, когда граждане потребовали уже вознаграждения за это обещанного. Тут Хабиров слегка смутился. Вот это вот стукачество, которое он сам же инициировал, оно на самом деле его как правильного пацана слегка тоже, наверное, смущает, потому что стучать в этих сообществах всегда считалось делом постыдным. В общем, это немножко Хабирова слегка так беспокоит. И вот процитирую, что он сказал в этом плане. «Меня тут обвинили, что я какую-то неправильную историю ввожу». Ну, слово «история» у Ради Фаридовича вообще заменяет любые понятия. «На самом деле, за этими деньгами, — сказал Хабиров, — и за этими случаями стоят спасенные жизни». Ну, вот этот пафос о спасении жизни, без конца присутствующий в самовосхвалении Хабирова, слегка уже поднадоел, но тем не менее он продолжает гордиться тем, что он является главным спасателем Республики Башкортостан и спас сотни и тысячи, наверное, жителей нашей благословенной республики. Далее Хабиров предположил, что вот этому стоп-суррогату, вот этому странному сообществу крепких парней, пора дать статус народных дрожжеников. И рассказал трогательную историю, как вот эти стоп-суррогатчики раздобыли где-то в Черниковке какую-то пластиковую бутылку с каким-то напитком, преподнесли этот напиток Ради Фаридовичу, он открутил крышечку, понюхал, чуть не умер, бутылочка была без этикетки. В общем, Ради Фаридович был в гневе, сообщил, что это была ужасная гадость. А с теми, кто продает вот подобные бутылочки, сказал Ради Фаридович, надо поступать по законам военного времени. Периодически вот эта кровожадность вспухает в Хабирове, он пытается поступить с кем-нибудь по закону военного времени, потом остывает или там ему консультанты объясняют, что война все еще не началась, Ради Фаридович, пока рано, рано начинать расстрелы во дворе. Ну, в общем, вот такой вот пафос антиалкогольный опять у нас появился на этом совещании. Тут Сидякин ставил свои пять копеек, сообщил, что в Башкирии изымается незаконного алкоголя больше, чем во всех соседних регионах вместе взятых. Ну, достижение это или нет, возможно, это говорит о том, что Башкирия как раз-таки и настолько алкоголизировано и настолько уже маргинализировано, что запрос вот на этот вот нелегальный алкоголь и суррогатный алкоголь так высок, потому что, например, при всей лояльности и либеральности условий торговли, например, в какой-нибудь благословенной Голландии, никому в голову не придет продавать разбавленный технический спирт в бутылочках без этикеток. А вот потом началось интересное. Взяв слово, Сидякин предложил изменить законодательство так, чтобы региональные власти имели право на уничтожение изъятого контрафактного алкоголя. Дело в том, что сейчас эта функция полностью возложена на организацию под названием Росалкогольрегулирование. Только Росалкогольрегулирование имеет право законно актировать и уничтожать вот этот вот незаконный и контрафактный алкоголь, а Сидякин хочет, чтобы это право было дано и республиканским властям. Причем, судя по всему, Сидякин хочет этого не бескорыстно. Он тут же предложил, что вот, например, Башспирт, членом совета директоров которого является сам Сидякин, вполне себе может уничтожать этот контрафактный алкоголь. Мы же понимаем, что эта функция абсолютно не бесплатная. Башспирт будет получать дополнительные доходы за эту услугу, которую он будет оказывать государству. И, в общем, Сидякин тут проявил недюжинные способности администратора и члена совета директоров любимого предприятия. Тут же на месте начал активно лоббировать интересы любимого Башспирта, на что Хабиров пошутил. Только чтобы потом эта продукция во всех магазинах Башспирта не начала появляться. Вот эта шутка, на самом деле, она на подсознательном уровне иллюстрирует то, что на самом деле представляет себе Хабиров о Башспирте. Он прекрасно понимает сущность этой организации, этого предприятия. Глубоко осведомлен о сути происходящего на этих заводах, в этом предприятии. И вот это его опасение о том, что конфискованный алкоголь может попасть на прилавки магазинов Башспирта, судя по всему, не беспочвенно. И уж совсем под заново с оперативки случилось странное. Хабиров сообщил, что сегодня на этой оперативке вообще-то должен был быть доклад министра здравоохранения Забелина об его успехах в 2019 году. Но доклада этого почему-то не будет. Ну, у Хабирова есть один вопрос. Насколько Забелину удалось увеличить штат медицинских работников Республики Башкортостан? Ну, вот помятуя об этой проблеме с дефицитом кадров и так далее, Забелин с места сообщил, что он смог привлечь дополнительно 353 человека – врачей, фельдшеров и младшего медперсонала. Ну, учитывая, что в Республике свыше 50 тысяч врачей, фельдшеров и младшего медперсонала, этот результат, конечно, прямо скажем, скромный. Хабиров посетовал, что он рассчитывал на 500 человек, но и 350 – тоже неплохо. Но в 2020 году должно быть 500, сказал Хабиров. И на этом тему закрыли. Честно говоря, я вот в недоумении. Это все, что интересует Хабирова в отношении здравоохранения в Республике? То есть можно заслушивать там каких-то военкомов, каких-то вот этих вот тетенек про несуществующие, нереализуемые тарифы, а вот вопрос здравоохранения мы почему-то снимаем с обсуждения. Не знаю, в чем причина, не знаю, почему доклад Забелина не был реализован на этом оперативном совещании, но всех нас интересует на самом деле, каких реальных и нереальных в том числе успехов достиг Максим Васильевич в 2019 году. В предыдущем выпуске мы обращались к нашим подписчикам с просьбой помогать каналу, лайкать, расшаривать, комментировать и так далее. Спасибо всем, кто это сделал. Но повторно обращусь и объясню, почему все это нужно. Во-первых, подпишитесь на канал, даже если вы его смотрите регулярно, но не подписаны. Во-вторых, подпишите своих знакомых и близких. Нам нужны подписчики, нам нужна численность этих подписчиков, но подписчики должны быть настоящие, не накрученные, мы никогда этого не делаем. Также лайки. То есть если вам понравился сюжет, нажмите, не поленитесь на этот большой палец вверх. Если не понравился, нажмите на большой палец вниз. Комментарии на ваше усмотрение. Естественно, пишите то, что хотите, то, о чем думаете. Может быть, есть какие-то вопросы, без ограничений. Кстати говоря, если кто-то из вас испытывает обоснованные или необоснованные опасения за какое-либо участие в судьбе нашего канала, я скажу. Лайкнуть – это абсолютно анонимно. Нажав на этот палец вверх, вы никоим образом не показываете никому, кто что лайкнул. Просто выразили свое отношение к нашему каналу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!